Те люди, которые более-менее чувствуют пространство, реально чувствуются, как закручивается пространство вот здесь вверху, то есть Будда, и вокруг вот него такой поток, поток тех душ, которые хотят ему выказать дань уважения. У большинства буддистов сложилась эта концепция нирваны, то есть мы идем в нирвану дружными рядами, двигаемся туда, и в общем, когда мы будем в нирване, у нас все будет замечательно и хорошо. И вот сейчас на этой планете миллионы людей двигаются до сих пор в этом направлении. Они даже не могут понять, что эгоистичная концепция свалить из этого мира, ну извините, я просто говорю по-современному, как обычно принято, то это не выход совсем. И как раз здесь, на горе Гритхаркута, гора Священного Орла, Будда уже когда был пожилой, ему уже было 80 лет, он тогда и попытался своим последователям донести альтернативную точку зрения, что друзья, попробуйте встать на путь бодхисаттвы. И только тогда, возможно, вы сможете постепенно, 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 в течение долгого-долгого-долгого промежутка времени, который исчисляется эонами кальп, то есть огромный промежуток времени, возможно, вы когда-нибудь в свою нирвану попадете. И вот в этом квинтэнсенция, наверное, учения Будды, что только путь бодхисаттвы вам поможет преодолеть те кармические ограничения сансары, которые существуют. Первый раз на эту гору Будда попал, когда он еще был молодой человек, он только уехал из дворца, и он решил приехать на родину родственников своей матери, потому что по материнской линии у него были определенные связи с царем Бимбисарой. А царь Бимбисар, он же был ушлый к шатрии, поэтому он быстренько подсуетился, представляете, живой принц, молодой, холостой, попал к нему в царство, самих шакьев. Поэтому он быстро подсуетился, приехал к нему и говорит, не помню, как он к нему обратился, там внучатый племянник, может быть, я уж не знаю, говорит, дорогой, ты как здесь один без охраны, ты почему? А нужно понимать тактико-технические характеристики этого принца. Под 5 метров роста плечи широченные, руки огроменные. Ну, в общем, такого бы зятя заиметь, да это вообще... Поэтому он провел с ним как бы разъяснительную работу, но Будда говорит, послушай, я приехал в поисках пути, как избавить людей от старости, болезней и смерти. У тебя есть рецепт? Тот говорит, нету. Ну, тогда, говорит, я как найду, вот это вот самое главное. Бибисара говорит, хорошо, ловлю тебя на слове, как только найдешь, приходи сразу ко мне к первому и сразу расскажи. Он говорит, без проблем. Ну, пожил он здесь некоторое время, потому что здесь было очень вольготное условие для саморазвития. Здесь не было комаров, никакой вредной фауны, флоры. И, в общем, здесь можно было заниматься весьма эффективно саморазвитием. Но, тем не менее, Будда начал искать учителей, у которых можно было учиться. Вчера, насколько я помню, или позавчера, по-моему, около пещеры Махакала, а в трансляции я видел, что кто-то сказал, что вот шесть лет в пещере Махакала сидел Будда. Это Лиза, наверное, была, да? Лиза. Он там, конечно, не шесть лет сидел. Он там сидел, может быть, там, месяца два-три. А шесть лет, это у него занял вообще путь, когда он ходил по разным шрамам и у разных учителей пытался найти ответ на этот вопрос, как избавиться от болезни, старости и смерти. Но ни один из учителей ему не давал вот это объяснение, не было никакого объяснения. И он у каждого учителя получал все те знания, которые мог, и потом шел к следующему. Из тех пяти или шести учителей, у которых он учился, потом последователями Будды стало три. То есть те, которые могли... Кстати, комары завели здесь, видите, все-таки. Сансара берет свое. Кали-юга. Что делать? Трое тех учителей, у которых он учился, они стали его последователями потом. И Будда, соответственно, в конечном итоге уже пришел к пещере Махакала. Почему она так называется? Не сохранилось точного описания. Но увидели, какая она, то есть как будто она выдолблена, она слишком правильной формы. Не бывает в природе такого. То есть, скорее всего, ее как будто кто-то когда-то сделал, эту пещеру. То есть был грот, но ее таким образом увеличили. Это сейчас вход маленький. Раньше вход был большой. Сейчас просто его облагородили, сделали прямоугольный, обложили кирпичом и так далее. И там он уже занимался саморазвитием таким, очень-очень аскетичным. Тем не менее, прошло какое-то количество времени. И действительно, сюда Будда Шакимуни, как и обещал, вернулся к Бимбисаре. Бимбисара возглавлял очень большое, могущественное государство. И по факту он, наверное, был глав... Как это? По мощи его государства, царя Бимбисара, она превосходила Шакьев. То есть, потому что Шакьи, они жили очень камерно. Они старались ни с кем не вступать в родство. То есть, когда они переселились, то вступали в супружеские взаимоотношения, как это сказать. В общем, женились только на этих ариев. Поэтому они были очень крутые, но их было очень мало. И в этом была основная проблема, почему они потом погибли. А их гибель я вам расскажу уже, когда мы будем в Капеловаст. У нас там будет специальная лекция. Я вам расскажу, почему случилось так, что все кшатрии Шакьи были убиты. За исключением тех, кто был в роду, вернее, в общении у Будды Шакьемуни. Так вот, он пришел к Бимбисаре, рассказал ему ту версию, как избавиться от болезни старости и смерти. Но Бимбисара был царь, ничего не поделаешь. То есть, он, к сожалению, вынужден был тянуть свою лямку царскую, обремененный всякими обязанностями. И все ему как бы не до саморазвития было, к сожалению. Возможно, если бы тогда он прислушался к Будде Шакьемуни и встал на путь саморазвития, оставил бы своему Аджи Ташатру трон. И, в общем, была бы у него жизнь счастливая и долгая. Но, к сожалению, у него была карма неблагая. И его собственный сын, который был, как это сказать, сбит с пути праведности Девадатой, он его убил. Убил очень изощренным способом. С точки зрения сына Бимбисара Аджи Ташатру, Бимбисара неправедным царем стал. Он сошел с ума, потому что он начал верить какому-то... Ну, не хочу говорить, скорее всего, он нелицеприятными словами называл Будду. Он, в общем, решил, что его отец сошел с ума. Поэтому его сверг и посадил в темницу. Когда мы будем с вами ехать отсюда, вот как только выйдем, будет такая прямая дорога, то с правой стороны вы увидите развалины, которые сейчас археологи как бы восстановили. Вот они утверждают, современные археологи, что там и находилась как раз тюрьма, в которой Бимбисара умер. Как он умер? Его сын уморил голодом. Жена Бимбисары пыталась его поддержать. Она ходила в течение месяца к Бимбисаре каждый день, но ходила не с пустыми руками. Естественно, ее обыскивали, проверяли, чтобы она ни крошки не пронесла. Она была мудрая женщина, поэтому она перед тем, как идти к мужу, натирала свое тело маслом и потом посыпала себя мукой. И когда приходила к своему мужу, она брала шкребок какой-то и со своего тела снимала этот слой муки с маслом. И вот там была горсть этой муки с маслом, она кормила своего мужа этим снадобьем. Но когда через месяц Аджитосатру пришел и увидел, что его отец еще не истощал, он тогда запретил жену пускать, потому что он понял, что его мать, вдумайтесь, кормит его отца. Он запретил ходить. И тогда через некоторое время Бимбисара ушел из этого мира. Надеюсь, достойно ушел. Но, тем не менее, спустя какое-то количество лет все-таки у Аджитосатру наступило просветление, и он понял, что накосячил, начал раскаиваться. Ну, в общем, он сам стал последователем Будды, причем такой довольно рьяный. И как раз Аджитосатру, а нет, не было у него кармы, он не увидел в последний раз Махакашьяпу. Здесь вот гора есть недалеко, в которой якобы считается, до сих пор находится Махакашьяпа. Махакашьяпа — это один из ближайших учеников Будды Шакимуни, которому, можно так сказать, Будда доверил дхарму свою на то время, когда Будда уже ушел, и местные монахи, каждый по-своему поняли то, что давал Будда. В общем, это вот я вам рассказал историческую часть, что здесь происходило. Но нас на самом деле интересует то, что сейчас происходит, якобы происходит. Давайте вот оговорюсь, не буду утверждать, потому что те люди, которые привыкли материально воспринимать реальность, конечно, они не поверят то, что я сейчас расскажу. А любопытно вот, что здесь над этой горой сейчас происходит. Когда Будда Шакимуни читал Садхарма Пундарику Сутру, то это было очень редкое событие, потому что мало кто из Татхагат говорили полную правду, то есть, нет, некорректно я сказал, которые говорили предложение до конца или доводили фразу до конца. Чаще всего для того, чтобы не обжечь искателей пути саморазвития, они говорили только первую часть предложения, не заканчивая. И поэтому во большинстве миров все двигаются к нирване. Но, тем не менее, в большинстве миров все-таки к нирване относятся по-взрослому. То есть, они искренне верят, что нужно уходить к нирвану. И получилось так, что в разных мирах Брахмы узнали, когда Будда начал рассказывать Садхарма Пундарику Сутру, Будда Шакимуни, и они поняли, что Вселенная поняла, не они поняли, а Вселенная поняла, что Он будет говорить предложение до конца, тогда во всех мирах сотряслись миры. И большое количество богов, Будда и Батхисат, они направились в мир Саха для того, чтобы услышать эту завершающую часть предложения, потому что мало кто из Татхагат это говорит до конца. Их был такой объем, что наша кальпа бы закончилась, а они бы не успели все сделать обход вокруг Будды, потому что считается, когда ты появляешься перед Буддой, важно сделать обход три раза вокруг него оголенным правым плечом. Не знаю, в чем фишка, но вот так пишут, что оголенное правое плечо ты обходишь вокруг Будды, и таким образом выказываешь уважение. Так вот, их было такое количество, что наша бы кальпа закончилась, солнце бы погасло, и, в общем, они бы не успели. Тогда Будда разделил время. Он для той части населения планеты, которая живет с Сахой и Тяпкой, ну и всем остальным, компьютером сейчас, он для них оставил время как есть. А для всех присутствующих, которые были на собрании, он время остановил для того, чтобы эти вот вновь прибывшие могли обойти вокруг Будды. Я понимаю, что я рассказываю такие вот фантастические сказки. Ну, давайте вот, вы же смотрите наверняка на экране там какие-нибудь звездные войны, где какой-нибудь маленький, ушастенький, зелененький там джедай вам рассказывает какие-то там теории. Ну, вот я вам рассказываю очередную зеленую теорию, значит, вот такую вот интересную. И считается, не то, что считается, а те люди, которые более-менее чувствуют пространство, реально чувствуется, как закручивается пространство вот здесь вверху. То есть Будда, и вокруг вот него такой поток, поток тех душ, которые хотят ему выказать дань уважения. И вот в этом основная ценность этого места. Если вы почитаете жизнеописание Миларепа, по-моему, в книге «Сто тысяч песен Миларепы», там Миларепа дискутирует с девушками. В общем, там такая ситуация была, что какие-то три расфуфыренные красавицы тибетки. Представляете? Это, значит, эти румяна натерты кирпичом, наверное. Ну, то есть там, видимо, какой-то такой прикид специфический тибетский. И вот три таких, в кавычках, красавицы, значит, появляются перед Миларепой. И, в общем, смотрят на него так свысока. Фу, что это за недоразумение какое-то там сидит в лохмотьях. В общем, испортил весь пейзаж им, наверное, да. Ну и слово за слово Миларепа им показал, что они, в общем, находятся на невысокой стадии развития со своими румянами. И посоветовал им конкретно, что если уж вы такие модницы, что вы объездили все ближайшие страны, то лучше езжайте в Индию на гору Гритхаракута. Он им конкретно посоветовал, что там находится Будда, и, возможно, вы сможете хоть как-то соприкоснуться с его дхармой. И его дхарма развеет весь тот морок, который в ваших головах сейчас превалирует. Это факт, что Миларепа об этом говорил. И, соответственно, если зрителям обращаюсь в первую очередь, потому что ребята, которые приехали, им уже удалось здесь оказаться. Так вот, что здесь еще главного происходило? То, что Будда Шакимуни дал предсказания практически всем присутствующим ученикам, включая Девадату, который к тому времени уже перевоплотился и где-то, видимо, проживал новые этапы своей жизни. Он, тем не менее, всем сказал предсказания о том, в каких мирах они перевоплотятся. Да, это, наверное, фантастически звучит с точки зрения наших современников, которые привыкли жить этим миром, что вот есть одна жизнь, жизнь потребителя, и нужно по максимуму схватить от этой жизни. А в те времена рассматривали все-таки жизнь намного шире. Мир Саха, вернее, планета Земля, как мы ее сейчас называем, называлась Мир Саха, ее вообще так во всех мирах называют до сих пор. То есть, если вы попадете как-то в каком-то сне, в какую-то галактику, вас спросят, откуда ты такой взялся? Вы скажете, из Мира Саха, они скажут, а-а-а, Земля Будда Шакимуни, знаем-знаем, да. Ну, вам не поверят, что вы из этого мира занимаетесь какими-то снами, активно их изучаете, видимо. Ладно. В общем, друзья, какие у вас вопросы есть? Суть-то я вам уже рассказал, что если вы хотите понять, куда вы попали, вам нужно прочитать эту книжку, раз так пяток минимум, Садхарма Пундарикасутра, или как ее на русский язык перевели, Садхарма Пундарикасутра. Кстати, японцы, которые приехали, они читали, здесь это у нас есть даже как эта японская версия Сутр Лотоса. У них вот основная, как бы, речитатив, который они производят, Слава Сутри Лотоса Благового Закона. Все, вот только это. То, что в ней написано, это неважно. Это вообще для слишком, наверное, забитых. А вот если ты произносишь только... А у них там две практики. Одна вот эта вот, а вторая даймоку, когда они читают вторую и шестнадцатую главу. И все? Да, только вторую и шестнадцатую. Они, видимо, и читали то, что все. Почему только вторую и шестнадцатую? Ну, они считают, что это самая важная глава. А все остальное в принципе не важно. Даже, в общем, друзья, читайте первоисточники Боевом Совет. Вторая и шестнадцатая, это круто, но есть много другого интересного. Очень много. Например, про Девадату. Ну, как вот без двенадцатой главы-то? Узнать о том, что Девадата все-таки станет адхагатой, и его будут звать царь богов, и он перевоплотится в специфическом мире, это же круто. Это же как расширяет мировоззрение. Там, кстати, Будда говорит. Друзья, то, что я вам сейчас скажу, вот я перефразирую по-русски, то, что я вам сейчас скажу, вы просто не поверите. Но те из вас, кто поверит мне, вы очень круто перевоплотитесь. И он сказал, что Девадата в таком-то мире получит такое-то имя, такое-то время он будет адхагатой, Девадата станет адхагатой. И вот, возможно, то, что черное иногда становится белым, это очень важно. Например, в этой же главе он рассказывает о том, что именно Девадата был первым учителем на пути Будда Шакьямуни, который ему сказал о том, что существует Саддхарма Пундарикасутра. Понимаете? Вот на самом деле вы не понимаете. То есть Девадата был первым учителем, потому что тогда Будда Шакьямуни был царем, а Девадата был брахманом. И именно этот брахман, который в будущих жизнях потом много раз кожу снимал с Будушекьямуни, что он только с ним, руки и ноги отрубал ему, убивал его много раз, это все Девадата. И именно он сказал Будде, что ищи Саддхарма Пундарикасутру. И вот, возможно, с той жизнью Будда начал искать, возможно, у кого-то ее нашел, но такая вот непростая ситуация. Поэтому, друзья, не нужно останавливаться только на второй и шестнадцатой. А в чем суть? Шестнадцатая глава, она объясняет, что жизнь Дадхагаты вечна. Это очень важно. То есть не в нирвану Будда уходит. Вы представляете? Вот как... Вы, наверное, даже до конца не представляете. Это очень важно понимать, что как таковая нирвана — это временная иллюзия, которая вам как ослику на морковочку, так знаете, и ослик вроде там как-то вот так шевелится и двигается. Но суть в том, что если у Дадхагаты шакьемуни нет нирваны, он там не остается, то что вам-то там делать? Работайте, работайте, друзья. Закатывайте руки, ну в смысле рукава, и за швабру с тряпкой. Моете после себя то, что нагадили в прошлых жизнях. Потому что по факту все эти трудности, с которыми вы будете сталкиваться, это ваши недоработки прошлого. Хотим мы этого или нет, но это так. И как-то вы сказали в лекции, что в записанной сутре нет тела сутры. Да. Можете пояснить, что это значит? Тело сутры — это путь Бодхисаттвы. Будда, на самом деле... Поясню. Вот здесь написано события, которые происходили. Они пришли и сели, говорили о том-то немножко. Он сделал такое-то предсказание туда-сюда. Подлетели в небо. Появилась ступа нетленного Будды, который, как это сказать, подтвердил, что Будда достиг стадии Тадхагаты. Но там говорится о том, что я давал тхарму только Бодхисаттвам, например. Но самой тхармы для Бодхисаттвы здесь нет. И только если вы будете изучать хинаяну... Вот первоначально, если по... Ну, хинаяна — это тхарма для эгоистов. Собственное освобождение и просветление ради нирваны. Это вот хинаяна. Если вы до некоторой степени будете понимать махаяну, то только тогда вы сможете понять, что такое садхарма-пундарикасутры. Потому что вы на противоречии между тем, что говорят хинаянщикам, между тем, что утверждают махаянщики, если вы еще почитаете тексты, которые относятся к так называемой ваджираяне, алмазной колеснице, которая с тибета идет, вот на этой разнице вы увидите суть, она находится между строк. Понятла логика? Почему не говорят про путь Бодхисаттвы? Потому что вам для этого достаточно прочитать в Вималакирте Нирдеш-сутру, где в Вималакирте дискутировал с Мажушри. И когда там затронули тему Бодхисаттв, то в Вималакирте мудро сказал следующее. Давай не будем обсуждать деяния Бодхисаттв. И об этом не принято говорить. Но иногда определенная категория людей не понимает слов. Хороший пример Бодхисаттвы, наверное, это путь Падмасамбавы. Почитайте, как Падмасамбава укоренил в Тибете буддизм и какими способами он это делал. Он использовал все доступные средства для того, чтобы законсервировать буддизм в Тибете. И он это сделал. Вот классический путь Бодхисаттв. Но тем не менее, если вы в своих прошлых жизнях сталкивались с Адхармапундарикой сутрой, вы интуитивно поймете, что написано здесь между строк. Поэтому самого тела нет, но сутра очень важна. Более того, даже я как-то читал такую концепцию. В мире богов как-то Будда читал тоже с Адхармапундарикой сутру. Но если в мире людей, вот в этой книге 27 глав, то в мире богов за 200 было глав, может даже 300. Представляете, какая разница? Почему? Потому что, конечно же, боги могут обсуждать многие аспекты, которые консервативному человеческому уму не понять. Но если вы в прошлых жизнях двигались по пути Бодхисаттвы, вы интуитивно поймете, о чем идет речь. Еще какие-то вопросы есть, друзья? Когда Ананда стал Бодхисаттвой? Или он изначально? Не факт, что Ананда... Судя по тому, как ему тяжело давалось просветление и освобождение, я сомневаюсь, что он Бодхисаттва. Скорее всего, у него предназначение это, в принципе, перевоплощаться как помощник Будды. Он не является Бодхисаттвой. У Ананды должна быть до некоторой степени смекалка, понимание того, что нужно, чем помочь Будде. И, соответственно, основное – это хорошая память. Он должен запоминать. И, возможно, он перевоплощается постоянно рядом с Буддой для того, чтобы сохранять ту дхарму, которую Будда дает. Не более того. Но это же прям феноменально у него была способность запоминать, если с его слов уже были переписаны, переписан по-листски канаду. Да, не только феноменальная способность. У Йошу Цогель такая же способность была. То есть, возможно, с помощью практик йоги как-то память можно развить, потому что Йошу Цогель, она именно развила эту способность, это качество. Но вот у Ананды, да, такое качество было. Я где-то читал, что у Ананды предназначение рождаться недалеко от Будды и в качестве его помощника. Так оно и происходит. У него такая карма, что он постоянно с ним вместе. Рядом, да. Махкашьяпа рассказывал, что за время своих прошлых жизней в одной жизни Будда, Шарипутра, Ананда и ещё кто-то были сыновьями Махкашьяпы. То есть, они жили в одной семье, и они были сыновьями. И часто так бывало, что вот этот четвёрка, они часто вместе перевоплощались. Это Будда Шакимуни, Маудгалияна, Шарипутра и Ананда. Очень часто. В джатаках почитайте, там часто это говорится, что они, ну, им нарядом перевоплощаются. Махкашьяпа гораздо реже. То есть, если так вот посмотреть, особенно по джатакам, то реже, гораздо реже. Там есть глава про сына, который ушёл из дома. Вы тогда сказали, что когда испугался отца, он убежал от него, и отец послал за него двух слуг. И вы провели такой параллель, что эти слуги, что-то я не помню, старые слуги. Болезни и смерти, да. Ну, вот я имею в виду, что вот это аллегория. А вот другая аллегория хотелось бы у вас узнать или расшифровать. То есть, в той же главе про Девадату есть именно строки, где именно царь, когда он рассказывает, что он когда был царём Будды, и он покинул свой дом. Ну, там как тут, можно я прочитаю? Давайте, Василий. Я просто не помню. Да я помню. Для того, чтобы царю найти эту дхарму, ему нужно было покинуть дворец и быть слугой у этого брахмана. И он использовал тело как подставку и так далее. Нет, он как-то откинул. Мне именно спросили задать вопрос, что он откинул, что он типа ушёл, ну, не типа он ушёл своего царства и отдал своё царство царю. То есть, вот это подразумевает, что отдал не царю, а сыну, что типа отдал своё царство. Это как-то с умом, как-то вот аллегория какая-то, что он типа ушёл от своего ума. То есть, это не в прямом смысле, что он отдал своему сыну что-то. То есть, он ушёл от каких-то своих чувств? Скорее всего, в том конкретном случае был конкретный царь, конкретный сын и конкретное царство. Ну, естественно. И попросили вот разъяснить вот это, есть ли здесь аллегория или нет? Я думаю, нет. Потому что это был конкретный царь, который попытался найти путь, выход из того тупика, который, к сожалению, в который, к сожалению, многие попадают. Тупик сансары. Чем больше власти, тем больше потом приходится разгребать того, что ты накуролесил. Друзья, наверное, тогда пора подведить итог. У нас сейчас ещё хорошее место будет. Точнее, мы, наверное, здесь разойдёмся с вами на практику. Ходите позаниматься. Здесь... Потом ребята сюда вернутся, если захотите. После обеда? Да. Андрей Николаевич, ради Дхарму царь оставил страну и престол и передал управление царевичем. Как по книжке. То есть у вас это, так это необычно и делают. Царевичу главному отдают престол, а сами уходят в лес. То есть человек, который мне сказал, он предположил, что это аллегория именно с умом. Нет. То есть он ушёл от ума, то есть это успокоил свой ум, типа того, как... Вот по кшатрийским... В праведные времена, по кшатрийским законам, правитель до появления седины, седины был правителем. Когда появилась седина, он понимал, пора. Он оставлял всё царевичу, престолу-наследнику, и уходил в какой-либо ашрам к какому-нибудь продвинутому брахману или учителю, который бы взялся за его тараканов. И тогда уже этот брахман бы начал его лечить, его больную кшатрийскую голову от тех омрачений, которые там существуют. Можно от себя последний вопрос. Откуда вот эту аллегорию вы взяли, что когда сын ушёл, что Будда послал ему двух слуг? Да не Будда ему послал. Отец. Отец, да, отец послал двух слуг. Он ушёл гораздо раньше. Сын ушёл из-за своих страстей. И он много лет скитался там непонятно где. Но потом, через некоторое время, совершенно случайно они встретились. Аллегория заключается в том, что в жизни так оно, вернее, в сансаре так оно и происходит. Когда ты захватываешься той или иной страстью, у тебя морок затмевает разум. И ты перестаёшь разделять белое с чёрным. Наоборот, под действием морока это как-то такой фильтр перед тобой появляется. Ты в чёрном видишь белое, а в белом будешь видеть чёрное. И даже если твой отец праведник, ты в нём увидишь какое-то исчастье и пойдёшь куда положено, куда Мара поведёт. Но через какое-то количество времени, совершенно случайно, ты опять можешь встретиться со своим отцом. И что сделал отец? Он дал ему возможность убирать нечистоты. То есть вот то, что он сам совершал, там просто в тексте этого нет, но понятно. На самом деле, путь развития он подразумевает, что ты будешь сталкиваться с теми негативными кармическими проявлениями, которые ты сам создавал. Например, Маот Галия Яна обладал колоссальными ситхами. Но если кто не в курсе, это один из тех учеников Будды Шакимуни, который был с точки зрения ситх просто выше всех. Что такое ситхи? Он мог путешествовать по мирам, он мог взять ученика и поймать на лету. То есть у него был ученик, который прыгнул со скалы. И вот пока он летел со скалы, он просто летел во время, он не успел разбиться, Маот Галия Яна понял, что он сбросился, материализовался в этой пропасти, на лету схватил этого ученичка, поставил и говорит, ты что делаешь? Я же за тебя ответственность-то несу. Ты давай не балуйся, давай на коврик и носиком дыши. Ну, такого уровня был человек. Но тем не менее, когда пришла карма, его убили, забив камнями. И он позволил, чтобы его убили, забив камнями. Когда была ситуация с его матерью, что его мать перевопотилась по ряду причин в ад, то Маот Галия Яна перенесся в ад и хотел было уже помочь матери. Но вмешался Будушек Емуни, материализовался Будушек Емуни и сказал Маот Галияна, если ты сейчас это сделаешь, она, да, перевопотится на небеса, но с небес она потом перевопотится очень плохо и очень надолго. Ее здесь неделю потерпеть, через неделю она, благодаря твоей энергии, перевопотится уже нормально, то есть не вмешивайся. Но, тем не менее, к чему это все рассказываю? В старости болезни и смерти, вы знаете, у Шивы есть слуги, да? Вы знаете, кто его слуги? Ну, демоны. Ракшас. А чем они занимаются? Следят за кармой, я думаю. Не просто следят. Ну, в общем, болезни – это слуги Шивы. И когда приходит к человеку болезнь, она ему помогает задуматься о том пути, куда она двигается. И вот то, когда послал двух слуг, аллегория в этом-то и заключается. Со всеми это происходит. И вот с этой точки зрения болезни, которые приходят к кому-то для того, чтобы он задумался о пути саморазвития, ведь большинство йогой начинают заниматься или саморазвитием после именно болезни. То есть пока у человека все хорошо, ему никакая йога вообще не нужна. Вот как говорят, жареный петух, знаете, он в принципе не может жареный петух кого-то клюнуть. Но это как же должно припечь, чтобы даже жареный петух кого-то захотел клюнуть. Представляете? Вот так и происходит. Поэтому такая аллегория существует. Но по факту со всеми это бывает. То есть ведь понимаете, в чем маразм-то заключается? Почему, допустим, использовали эти уловки постоянно с нирваной? Да потому что если человеку, который омрачен, сказать правду, да никто не захочет в нее верить. Никому она не нужна. Это правда. Ученика говорили, фраза была такая, не шали на коврик давай обратно. Они там йогой занимались. Ну там тяжелый случай был. Был старый дед, старый-старый, которого из дома выгнали, потому что из него просто песок начал сыпаться уже. Ну то есть он достал уже всех. И он реально, кто-то ему предложил, может ты монахом станешь. И его сбагрили в монахе. Но сбагрили как? Привезли к этому, к воротам рощи Джеты и бросили. Мы не ездим сейчас в рощу Джету, потому что очень далеко находится. То есть сейчас маршрут таким образом рассчитан, что мы за короткое время, а чтобы в Джету съездить, нужно еще два дня в тур приложить, а там в принципе смотреть нечего. Ну то есть, ну в общем, ничего там такого оригинального нет. Ну в общем, его на пороге высадили, он пришел к монахам, а будущего ему не было тогда, и говорит, хочу стать монахом. Кто у вас здесь главный, кто меня может принять? Ему говорят, ну главный Шарипутра, естественно. Пришел к Шарипутре, Шарипутр на деда посмотрел и говорит, дед, какой монаш-то, ты что, здесь в 4 часа вставать? Там, он расколол прегламенту, езжай домой даже, не думай, в общем, Шарипутр его отправил. Ну дед думает, нет, непорядок, нужно у другого спросить. Он говорит, а кто второй после Шарипутры? Говорит, да Модгальяна. Приходит к Модгальяне, а Модгальяна говорит, а ты у кого-то спрашивал, спрашивал у кого, у Шарипутра. Ну раз Шарипутра сказал, нельзя, значит нельзя. Дед пошел, сел на пороге, сидит, плачет. Ну что, из дома выгнали, он понимает, что его уже не примут, эти тоже не берут, что ему делать? И тогда Будда уже вернулся, говорит, дед, что плачешь? Он говорит, да вот хотел, а меня не пускают. Он говорит, кто тебя не пускает? Да говорит, Шарипутра не пускает. Ну и в общем, Будда сказал нелицеприятную для Шарипутры фразу, типа, Шарипутра не тот, кто бесчисленный осамки кальп отдавал свое тело для того, чтобы помочь кем-то. Шарипутра не тот, кто, ну он в общем рассказал, что Шарипутр еще пыхтеть и пыхтеть на пути, поэтому у него нет сострадания и нет кармы с тобой, дед, поэтому он не может тебя принять. В общем, он отвел к Маудгальяне и сказал, Маудгальяна, у тебя с ним есть карма, вот бери его и носи с ним на руках теперь. Ну что делать в Маудгальяне? Он с этим старым дедом начал носиться. Но в любой социальной группе и в монастыре это социальная группа людей, а в социальной группе людей всегда находятся люди, которые нетерпеливые, без сострадания. Короче, молодежь начала клевать этого деда. То есть, да с тебя песок сыпется, кот и лезешь-то. И в общем, мы просто начали клевать. и доклевали такой степенью, что он пошел с обрыва прыгнул и Маудгальяна уже поймал его, посадил, но на самом деле он не посадил. Он ему показал, короче, сделал для него такую реальность, где собрал все его скелеты, этого деда в прошлых реинкарнациях. Это была огромная гора. И он посадил на самую высокую ребрышку какое-то огромного животного. И вот по этому ребрышку прогуливаются и говорят, ну как, дед, тебе нравится? Он говорит, да. А ты знаешь, что это такое? Он говорит, да вообще непонятно, что-то белое. Он говорит, это вот все те кости, которые ты отжил, и ты даже слова не слышал о том, что существует система саморазвития. Ты просто выживал. Ну и дед этот, соответственно, когда увидел, то он начал прикладывать усилия и достиг уровня арахата, по-моему. То есть он так, включил, как это называется, в транспорте пятую повышенную, видимо, в своих усилиях. И когда ты видишь действительно вот такие моменты, ну и сами понимаете, что человек решил буквально с жизнью расстаться, естественно, он был уже готов по-серьезному отнестись к саморазвитию. Так часто и бывает, что пока не припекет, не припечет, человек не особенно прикладывает усилия или не задумывается. А вот именно когда человек столкнется с какой-то проблемой или своего физического тела, или он увидит какую-то проблему большую, социальную, вот тогда, да, наконец начинают прикладывать усилия с точки зрения самопознания. И вот для этого деда нужен был вот тот самый опыт, который Маут Гальяна ему показал. Обычно такое не практикуется. То есть видимо Маут Гальяна в том случае проявил сострадание, что он с помощью своих ситх показал ему вот всю эту иллюзию этих гор. То есть он показал наглядно для того, чтобы мотивировать его. Но так обычно не делают. Наоборот, дают возможность уму человеку, человека самостоятельно развиться до состояния, чтобы он нашел в себе причину и мотивацию прикладывать самостоятельные усилия. Почему? Потому что, ну допустим, вот в этой жизни этому старику помогли, что он прикладывает усилия на основании этого страха, который показал ему Маут Гальяна. Но в следующей жизни у него будет опять человеческое тело, но уже может не быть рядом Маут Гальяна. И что тогда будет? А он не будет прикладывать усилия. То есть и сансара опять его засосет. Поэтому обычно дают возможность самостоятельно постепенно развиваться без каких-либо допингов через чьи-то ситхи или еще как-либо. Какие-то еще вопросы есть, друзья? Благодарю, что выслушали. Сейчас мы с вами разойдемся на некоторое время. Редактор субтитров А.Семкин